МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды, кажется, уже в 94-м, прибыл из глубинной экспедиции доктор Фукс. Он был возбужден, рассыпал повсюду трубочный пепел и норовил подергать собеседника за язычок молнии. Одним словом, он был счастлив. На этот раз Фукс прибыл из Самары. Когда я вижу, как плывут пестрее среди листвы знамена, и слышу ржание из загона, и звук виол, когда поют жонглеры, заходя в палатки. Труба и рок меня зовут запеть. Волга произвела на Фукса сильное впечатление. Он не ожидал, что она выглядит так, как она выглядит. Но дело не в этом, а в том, что он там обнаружил. Обнаружил он там некую Хессию Теодоровну Корбах 1894 года рождения, уроженку Самары бывшего Куйбышева, которая фигурировала после в бумагах, как Ася Федоровна Сухово Корбах. Поначалу его очень удивило то, что ему никак не удавалось получить дату ее кончины. На все запросы он получал прочерк вместо этой даты. Потом каким-то чудом ему удалось выяснить, что Ася Федоровна еще жива. Так оно и оказалось. Ну, сто лет, не так уж много, сказала ему Ася Федоровна при встрече. Она курила, сидя на балконе своего дома возле Самарского речного вокзала. Теперь хватает полпачки в день, а когда-то и двух не хватало, рассмеялась она. Всякая-всячина. Вот этот балкон. Даже он не развалился за сто лет. Хотя век назад все говорили, что он вот-вот рухнет. А он жив, курилка, сказала она. И сама раскохоталась своему каламбуру. Как-то так получилось, что она прожила свое столетие без особых треволнений. Просто смотрела за балкона своего дома, как течет Волга. Читала словари, справочники, энциклопедии. И стала таким образом настоящим кладезем знаний. Василий Павлович Аксенов читал у нас лекцию в актовом зале на Потапово. Это была замечательная лекция не в плане содержания, опять же, а в плане подачи, в плане формы. Василий Павлович Аксенов, на мой взгляд, это... Ну, мне вот всегда кажется, что литератор, он должен быть тоже, как там и музыкант хороший, он должен быть немного такой... И многому должен быть звездой. Да, и преподаватель может быть звездой. И в тот момент на сцене присутствовала как раз такая звезда, Владимир Петрович Скобелев, который представлял нам Василия Павловича Аксенова. Совершенно подружески. Было видно, что они в хороших таких приятельских отношениях. Да, иногда они даже там какие-то диалоги устраивали на сцене. Это было очень здорово. Вот. И я... Мы... На нас он всех провел неизгладимое впечатление таким драйвом. Да, я даже справился... Задавал ему вопрос про джаз, про влияние стиляк. Ну, и вот очень... Ну, что-то такое глупо, детское я там смог сформулировать. Но я видел, что этот человек такой вот именно... С такой мощнейшей харизмой, который просто зал берет. Да, и то, что он рассказывает про сюжет там, про фабулу, что-то такое он рассказывал, какие-то такие вещи, ну, которые нам уже были понятны. Он так сделал, делал здорово, что никаких вопросов к нему вот в этом плане не возникало. То есть мы иногда видим человека, который как раз наоборот подает, может быть, какие-то вещи новаторские, но делает это настолько неубедительно, скучно, что слушать это не хочется. А другой может из тех вещей, которые казались общими, сделать нечто новое. Ну, там целая плеяда таких людей есть, конечно, как там Синявский, Генис там и так далее. Я понял, что Аксенов вот из числа этих людей. А мы продолжаем листать роман о Василии Аксенова «Новый сладостный стиль» и знакомиться с его героиней, самарчанкой Асей Сухово-Корбах. Нет, в тюрьме ей побывать не пришлось. Но уж тогда давайте по порядку. В 20-е годы девушкам из банкирских семей приходилось не сладко. Особенно, если ваш брат ушел с белыми в Персию. К счастью, инженер Сухово предложил ей взять свою фамилию. Ася Сухово звучала вполне прилично, даже в контексте антисемитизма. Ну, экономический институт, всякое-всячно, комсомол, после института безработица, эцетера. И вдруг молодой дамочке предлагают работу на крупной фабрике «Волжский коммунист» в экономическом отделе. Открою секрет. Помогли буржуазные связи и всякое-всячно. Когда-то фабрика принадлежала двоеродному дяде, новоявленной комсомолке Аси Сухово, крупнейшему производителю бумаги. После революции он исчез из города и как будто бы собирался добраться до Франции. Но не добрался. Говорят, его убили и ограбили два солдата, которых после этого убил и ограбил комендант поезда. Но даже среди большевиков были люди, которые жалели Асю. В свое время ее предки дали немало денег на революцию. Именно таким был старший технолог фабрики товарищ Шляхтич. Он-то и помог устроиться Асе в бухгалтерию, где она проработала без малого 50 лет. Эта фабрика является уникальным предприятием, говорила Ася Сухово-Корбах. Да, она существует и до сих пор ни одно производство в стране, доложу я вам, не выпускало такую бумагу, кальку, ватман, эцетера. Все распределялось через ЦК, ВКПБ. Сколько прошло перед моими глазами блокнотов, спецвыпуска для съездов нашей партии и приветственных адресов. Я вам скажу, это целая история всякая-всячина. Я к Василию Павловичу Аксюнову буду всегда относиться с огромной симпатией, ну и тем более меня впечатляет очень путь, который он проделал в какой-то степени, напоминая, опять же, уважаемого мной Галича, начиная от вещей классных, причем очень свежих, таких молодежных, юношеских вещей про молодежь того времени, про вот этих шестидесятников, классные вещи, по которым были классные фильмы сняты со звездами того кинематографа, там, Далем, прекрасным, Ливановым, Мироновым, Зброевым, молодым, и так далее. И он проделал путь вот от этого до каких-то концептуалистских, постмодернистских вещей. И при этом, да, опять же, я вот говорю, остров Крым, который сначала не воспринимался, сейчас смотрится как пророческая абсолютная вещь. А сейчас я расскажу вам самую волнующую историю всей моей жизни. Так продолжала свой рассказ героиня романа Василия Аксенова «Новый сладостный стиль» Самарчанка Ася Сухово-Корбах. В 45-м меня мобилизовали как переводчицу для работы в лагере военнопленных. Он располагался в Жигулевских горах, в третьем по красоте заповеднике во всей Европе. Немцам там, конечно, было не до красоты в этом каменном карьере с одним, правда, исключением. Этим исключением был 20-летний голубоглазый ну, скажем, Зигфрид предположим, Вагнер. Он влюбился в Жигулевские горы и в 50-летнюю Асю Сухово-Корбах. Ну, что такое 50, когда у тебя голова кружится от вальсов, который наигрывает на своем гребешке этот молодой красавец. Увы, продолжалось это всего полгода. В 46-м Зигфрид подписал соглашение с МГБ и его отправили домой, в Германию. Ну, конечно, меня арестовали, однако, вскоре я была на свободе. А это все ерунда. Они просто старались всех подписать на сотрудничество, потому что за это их повышали в чине. Нередко я скучаю по тем временам, приговаривала Ася Сухово-Корбах. Каждый вторник, знаете ли, политинформация, всякая всячина, шефские концерты, коробки нашего куйбышского шоколада, к восьмому марта. А вот сейчас в городе стало опасно. Я на улицу не выхожу, у меня ведь запасы ароматического чая на пять лет. Довольствуюсь балконом. Аксенов, он вызывает реакцию у людей. И мне кажется, это такой автор, которого всегда можно считать своеобразной, уж извините за такую грубую метафору, лакмусовой бумагой. проверять, насколько человек подвержен каким-то, извините за выражение, совковым вещам. Потому что я до очень пор встречаю людей, которых аксенов реально раздражает, бесит. То есть они говорят о нем как о предателе Родины. Мне очень не нравится, что такие чувства, они возрождаются в наше время. Потому что одно время как-то про это говорить было, признаваться, мне кажется, своей глупости только расписываться, что я несу ахинею какую-то. От Хесси Теодоровны доктор Фукс отправился на мануфактуру волжский коммунист, издавна раскинувшийся на берегу Волги между пивным гигантом Штюбе и тепловой станцией Мамонова. Там все, конечно, очень обрадовались к приходу американца. Потомственные бумажники всегда очень гордились рычагом старой английской ковки. Из поколения в поколение сначала шептом, а потом и вслух говорили о том, что когда-нибудь их обязательно купят американцы. Уже месяц. Как фабрика Волжский коммунист была приватизирована бывшим райкомом комсомола, который превратился теперь в ТОО Утес. Приехал первый секретарь, то бишь, конечно, президент компании Мощага, мужик в итальянском пиджаке, отягощенном четырьмя пистолетами. Бери фабрику, не прогадаешь, сказал он американцу. Американцу фабрика была не нужна, но мысль о том, что он является потомственным волжским капиталистом, не давала ему покоя. Поэтому он решил фабрику брать. Начали торговаться. Фукс хотел было предложить уже миллион, но здесь из уст президента прозвучало пятьсот тысяч. Сошлись на двухстах пятидесяти. Контракт был уже почти подписан, но тут какая-то тяжелая мысль остановила президента. Он ударил кулаком по антикварному столу и сказал, фабрика пойдет только с нагрузкой, без ПА-380 не отдам. Выяснилось, что в горячке приватизации ООО Утес само не заметило, как завладело оборонным заводом ПА-380. Лишенный госзаказов, этот завод мертвым грузом висел на плечах бывших комсомольцев. Делайте с ним что хотите, говорил секретарь американцу. Хоть снаряды обратно выпускаете. Расцветает Самара, как салат из Омара, но давно уж Омаров не видали в Самаре. С вами был Михаил Перепелкин.